Всем привет, ребята! Видите, у нас щавелевая грядка. Лариса его, правда, уже почикала, потому что она собралась делать щавелевый салат. Всех приветствую на канале Юрия и Лариса Иванова Live. Не забываем подписываться. Здравствуйте! Всем желаю крепкого здоровья. И сегодня мне мама дала рецепт салата со щавелем. Там такое сочетание ингредиентов. Я вообще просто от самого сочетания уже была в шоке. Ну, раз люди пробуют и кушают, значит и нам надо. И одним из ингредиентов является щавель. Так как у нас щавель нарос, я его уже обрываю. Надо уже его оборвать. Давным-давно было. И нужно куда-то его использовать. Вот сейчас я его перебираю. И это будет один из ингредиентов салата будущего. Все ингредиенты для салата подготовлены. Смотрите, что я взяла. Щавель, значит, пучок я его промыла, просушила. Отварила картофель, яйца вареные, лук репчатый, огурчик. У меня сельдь, пресерва. Можно брать просто селедку. Я, короче, хитро взяла просто баночку пресерва. И нужна будет горчица. Это будет у меня заправка. Горчица и масло из сельди. Для начала я порежу щавель. Все, щавель порезан. Нужно его опускать в миску. Салат готовится очень быстро. Картофель крошите по своему желанию. Я порежу вот таким вот крупным кубиком. Лук у меня нужно порезать полукольцами и желательно потоньше. Так, теперь на этом этапе нужно немного подсолить. Смотрите по своей сельде. Если у вас сельдь мало соленая, тогда солите побольше. Если соленая, смотрите, солью не переборщите. Перемешала. Теперь мне нужно порезать яйца. Яйца я буду резать вот таким вот. Теперь вот в это маслице мне нужно добавить горчицу. Смотрите, у меня тут масло, наверное, ложка столовая. Я, однако, чуть-чуть добавлю еще сюда для заправки. Кто считает, что ему достаточно, если будете, как я, в баночку брать, то можете не добавлять. Вот я чайную ложечку горчицы добавила сюда. Перемешаю. Пису вот зернышками. Я просто люблю ее, поэтому я побольше положу. Юра тоже к ней нормально относится. Можно без нее готовить. И вот такая вот заправка для салата. Сейчас это все сливаем в салат. И теперь осталось только все перемешать. Почтание продуктов интересное, конечно. Сейчас будем пробовать, вам расскажем. Ну, запах тут стоит. А запах щавелем пахнет. Правда же, и огурчиком, да? Устойчивый запах. Вкусноты. Да и горчица уже попахивает и лучком. Вкусноты. Кладем по тарелочкам. И можно кушать. Вот такой вот ужин. Салат на ужин. Репчатый лук в сочетании с кислым щавелем очень даже неплохо. Но мне нравится щавель. Я просто люблю щавель. Все отлично. Но селедки бы побольше. Так, супер. А это послесловие. Расскажу вам про салат. Когда он постоял, этот картофельный салат с селедью и щавелем, салат постоял часа два. Я не знаю, сколько он точно простоял в холодильнике. Но он когда остыл, настоялся и щавель еще сок дал и огурец сок дал, овощи. То он стал вкуснее. Ну, на мой взгляд. Если кому-то мало масла, конечно же, пропорции я не соблюдала. Я клала то, что у меня есть картошки побольше, чтобы бюджетный вариант получился. Я напишу вам по количеству ингредиентов, что конкретно нужно было и сколько положить. Селедки маловато, вот чувствуется. Но это же картофельный салат с щавелем и сельдью. Поэтому у меня селедки маловато, по-бюджетному. А так вот все идеально. И вот эта вот горчица, которая с зернышками, она вот как раз сюда идеально подходит. Потому что эти зернышки кусаешь, и раскусываются. И очень вкусно. Вот я вам рекомендую. Накормить семью можно. Действительно, Лариса тут нахвалила. Мне захотелось попробовать поставивший салат. Действительно, он стал более сочный. Мне очень понравился. Чувствуется вкус пряности. Вот, а то он был горячий. И вот эта горячая картошка отвлекала немножко. Офигеть. Всем пока. Пока-пока. Не забывайте подписываться на канал. Писать комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.